Услышать гражданские инициативы из первых уст. Такие форумы с участием главы региона уже прошли в большинстве территорий Югры. Теперь настал черед белоярцев поделиться своими идеями. Послушать их пришли не только общественники и инициативная молодежь, но и представители органов власти. Наталья Комарова отметила, что это особенно важно. Все, что рождается на таких площадках, других, похожих, это руководство к действию, это настольная книга, рабочая тетрадь. Которые должны пользоваться чиновниками от мала до велика, вне зависимости от ранга, от занимаемой должности. Главе региона представили три проекта. Так или иначе, все они связаны с историей района и культурой коренных жителей территории. Общественная организация спасения Югры, к примеру, разработала проект «Тропою Дунина Гаркавича». Одна из его граней – выездные экспедиции. Вот она карта Дунина Гаркавича, составленная им. Значит, еще раз напоминаю, в 1890-м году он приехал, и вот он составил карту. И сейчас, когда люди смотрят и говорят, о, как много населенных пунктов-то было. Понимаете, здесь очень так густо населенных. Ну, на самом деле, это были 20, например, домиков или там какие-то юрты летние, вензиватские. То есть, это все вот сюда нестено. И понятно, что сейчас мы уже внесем изменения. То есть, мы внесем новые населенные пункты, а введем то, что ушло в историю. Еще один проект презентовала женская общественная организация «Надежда». Проект просветительский, призван помочь белоярцам в изучении истории Югры и Белоярского района, в том числе и самым маленьким. Мы решили сделать такой кружок «Хабру Йошия» «Солнечный лучик» для дошкольников и родителей. Это будет знакомство с историей Югры через сказки народа Ханты и Манси. Для подростков мы, вот как раз вот тут та лагуна, которая у нас не охвачена вот этими верблятиями, ну, учебной программой, мы для них создали и работают сейчас круг «Искатель». То есть, ребята уже будут заниматься практической работой, исследовательской работой. Еще один совместный Казымско-Ванзеватский проект презентовала Валентина Ирган. Сейчас идет разработка программы летнего рыбного фестиваля в Анзевате. Планируется не только приготовление и дегустация блюд, но и мастер-классы, в том числе и по полузабытым ремеслам. Уделят внимание и фольклору. «Сделать все планировали улицу мастеров и улицу фольклорную. Или прощать. Именно на Манзевате». Наталья Комарова внимательно выслушала каждого докладчика. Она поддержала все три проекта и дала дельные рекомендации. Завершился форум, ставшим традиционным рукопожатием. Глава региона приветствовала молодых волонтеров Белоярского. В финале встречи Наталья Комарова отметила, что и она сама, и аудитория, и участники были настроены на одну волну. Оттого и разговор получился продуктивным. Лена Филиппова, Петр Михалап, Время новостей, Белоярский.